Добрый день, друзья мои, с вами Юлия, рада приветствовать вас на моем канале. Я нахожусь сейчас в магазине Оби, город Торунь, и покажусь растения, которые здесь находятся в продаже. Итак, первый островок, и я любуюсь очень красивыми китайскими розами или гибискусом. Ценник такого растения одного порядка 8 евро, так же, как и вот этих вот очаровательных бегоний, которые тоже стоят порядка 7 евро. Вот такая вот красота. 100 евро стоит вот такой вот шикарный хилодендрон. Посмотрите, какая красота, какой большой объем листьев, размер листьев этого растения. Ценник космический, но там, я смотрю, три растения внутри кашпо, Размер кашка, так, 17 сантиметров. Растение внушительное, я вам скажу, достаточно большое. Рядышком с этим прекрасным филодендроном стоит спацифилом диамон, даймонд. Ценник порядка где-то 14 евро. Я покупала его дешевле на ярмарке растений. Здесь достаточно большой, во-первых, куст. Я купила меньше и очень много растений внутри. Друзья мои, вот такие вот интересные аллоказии. Название хетроцила стоит порядка 25 евро за штуку. Аллоказии Ясклын. Они такие уже явно пересушенные, сморщенные. Кукоженные немножечко. Их тут целая поляна стоит порядка 14 евро за штуку. Такие вот небольшие монстерки. Бригадные здесь стоят порядка 30 евро. Конечно же, есть экземпляры подороже. Порядка 70 евро стоят вот такие роскошные экземпляры монстер. Все они здесь в открытом доступе. Можно самому выбрать понравившуюся расписные дырявые листочки. Островок с шикарными антуриумами. Простите, солнце светит, отсвечивает. Вот такие вот красавцы стоят порядка 15 евро. Очень большие. Размер кашпо 17 сантиметров. Куст и листья просто огромного размера. И уже огурьи поменьше идут. В среднем 11 евро за штуку. Вот такие вот красавцы. Рядом смотрите, какие огненно-красные бегонии. 7 евро за одно растение. Я прям в первый раз такие цветочки вижу, если честно. Крупные, яркие такие. Огонь. Цветущая кливия стоит порядка 15 евро. Здесь достаточно много. Вот такая вот красивая огненная красотка. На полу стоят вот такие вот шикарные камбрии. Огненные, красивые. Посмотрите, какая красота, какой размер цветка. Ценник 9,5 евро за штуку. Очень красивые. Не передать свечевые от коллеги. Через камеру тут есть вот такие вот красавцы. Я, конечно же, друзья мои, не могу пройти мимо замиокулькасов. В открытом доступе здесь имеется зензи 12,5 евро за штуку. Как выбрать правильно замиокулькас? В первую очередь мы делаем визуально осмотр на наличие вредителей. Таких вредителей, как мучистый червец, щитовка или трипс, видно сразу из следов их жизнедеятельности. Осматриваем внимательно. Если нет, отлично. Далее допускается какое-то небольшое количество механических повреждений. Оценить состояние клубней мы не можем. Но небольшую раскопку произвести вполне себе можно, чтобы убедиться и посмотреть, что клубни здесь находятся в хорошем состоянии. Старайтесь брать растение, у которого много в зачатке новых ростов и у которого уже деформировано кашпо. То есть кашпо имеет неправильную форму. Это говорит о том, что там достаточно хорошо развита картневая система и клубни. Полянка с вот такими вот миниатюнными сингониумами. Так, 5,5 евро где-то стоит эта штука. Вот такая вот прелесть. Выглядит все очень так мимимишно. Антуриум лили, 8 евро за штуку. Конечно же, как же без орхидей. Смотрите, какая красота. Ницинский карнавал. Очаровательные библиоты. Вот такой вот красавчик есть. К сожалению, все растения идут без названия. Один дикий кот. Ценник таких орхидей на один типонос порядком 8 евро. Вот такой вот красивый горизонт еще имеется. Невозможно оторвать глаз от всей этой красоты. Посмотрите, какое количество красивых, достаточно редких орхидей здесь имеется. Обалдеть! Я отвернулась от орхидеи на другую сторону и увидела вот это шедевры. Это шедевры. Бонсай. Пикусы, вы смотрите, как красиво они растут. Какие у них шикарные формы. Ценник, конечно, ну такого растения 100 евро. Потому что это прям тектонический труд, чтобы вырастить такого размера растения. Поэтому я прекрасно понимаю, что у них цена именно такая. Чуть поменьше. 200, ой, так 50 евро стоит вот такой вот. Классарчик шикарный. Просто мне нет слов. Формы просто обалденные. Смотрите, какие у них шикарные формы. Ну и самые маленькие такие, над которыми еще работать и работать, стоят порядка 30 евро. Вот эти вот худенькие такие. Чего я не ожидала здесь увидеть, так это адениумы. Я соскучилась, потому что в нитьке я вырастила приличного размера из семечка адениумы. Мне пришлось перед отъездом всех их распродать. Там были шикарнейшие формы. Вот. Конечно же, на это все требуется время, чтобы их вырастить. Увы, я немножечко по ним скучаю. Вот что-что адешки мне очень нравилось. Сформировать их красивые тельцы, каудексы. И вот здесь вот смотрите, какая красота я нашла. Внизу на полу стоят. Еще ценник не знаю, но возможно один себе заберу. 6 евро стоит один из таких вот красавцев. Очень интересные у них у всех формы. Некоторые плюс лежат. Так, понимаете, хочется его достать, оттуда подтянуть. Поднять, положить красиво, подрезать. Вот здесь вот уже корни вылезли. Они все пересушены, не политы. Вот еще один, который на бочке лежит. Тоже, которого надо приподнимать. Вот такая вот мощная верхушка. Как всегда, друзья мои, я была в этом магазине очень-очень долго, рассматривая все растения. Знакомилась с новыми сортами. Вот на этой вот зеленой ноте я прощаюсь с вами. Все мои хорошие благополучия, мира и добра. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова